Десногорск Выпускники Десногорской школы приняли участие в акции «Сад памяти». 21 мая в администрации города прошло награждение победителей Всероссийского конкурса сочинений без срока давности. В нем приняли участие школьники среднего и старшего звена. Цель проекта – сохранение исторической памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны. Высоких наград удостоились участники муниципального и регионального этапов конкурса. Дипломы и грамоты ученикам всех общеобразовательных учреждений города вручили заместитель главы Десногорска Александр Новиков и председатель комитета по образованию Татьяна Токарева. Мы хотим сказать вам, Татьяна Владимировна, сегодня огромное спасибо, что вы этим интересуетесь, что вы сами про это знаете, про это помните. Я уверен, рассказывайте и доносите об этом своим друзьям. Нужно продолжать интересоваться, помнить нашу победу. Первые места в муниципальном этапе заняли ученики 4-й школы – Олеся Филина, Олег Сидоров и Александра Нерослова. В работах финалистов проникновенные истории о человеческих судьбах. Переживать нелегкие события жизни авторам приходилось вместе с героями своих сочинений. Оно у меня получилось достаточно трогательным и очень тяжелым, потому что это история моей семьи, поэтому, думаю, да, это было тяжело. Александра Нерослова также стала первой в региональном этапе конкурса. А в финале победила сразу в двух номинациях. Ксения Ложкова, Александр Ерофеев, Десна ТВ Более 158 тысяч деревьев было посажено 25 мая выпускниками по всей России. В акции «Сад памяти в школе» приняли участие 12 субъектов Российской Федерации, в их числе Смоленская область и Десногорск. «Я русский человек и русская природа, любезна мне, и я ее пою. Я русский человек, дочь своего народа, я с гордостью смотрю на родину мою». Слова советского поэта Виктора Гусева открыли официальную церемонию у стен средней школы номер 2. В этот день десногорские школьники объединились с выпускниками всей страны в едином патриотическом жесте – создании зеленых памятников погибшим в годы войны героям. К посадке мемориальной аллеи из клёна и рябины присоединились и представители органов местного самоуправления. «Каждое дерево – это символ памяти. О тех, кто много-много-много лет назад наши мои бабушки, ваши прабабушки и прадедушки не пожалели своей здоровью, своей жизни, чтобы у нас было мирное небо над головой, чтобы мы хорошо жили. И мы сегодня можем свою память выразить вот таким способом». Акция знаменует преемственность памяти в поколениях, а потому в ней приняли участие и ученики младших классов. Ведь у каждого из них есть личный герой, память о котором он хочет сохранить. «Нам дана такая возможность посадить эти деревья. Поэтому мы будем заботиться о каждом дереве и будем помнить о том, через кого мы посадили каждое дерево». За два года Всероссийская акция «Сад памяти» стала общенародной традицией. В этом году она посвящена 80-летию с начала Великой Отечественной войны. Ксения Ложкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна-ТВ. В конце выпуска о погоде. 28 мая в Десногорске переменная облачность, дождь. Днём температура воздуха плюс 19, ночью плюс 13. На сегодня выпуск завершён. С вами был Виталий Волков. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»!